Таджикистанский режим побуждает население к самогонаварению. Жительница Таджикистана. Я верующая и всегда буду носить хиджаб. Министр юстиции Таджикистана Рустам Шохмурот 2 октября представил депутатам на рассмотрение поправки в закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкоголя, сообщает Радио Азади от 4 октября. Депутаты таджикского парламента единогласно поддержали представленные поправки. Согласно поправкам, отныне жителям Таджикистана официально разрешено производство спиртосодержащих напитков для собственного потребления. Напомним, что власть Таджикистана официально заявляет о принятии ханафитского мазхаба на государственном уровне, как единого мазхаба для жителей страны, и под этим предлогом ведут борьбу с любым проявлением инакомыслия и исламским призывом. Принятие подобного рода поправок можно понять только так, что режим старается подтолкнуть своих граждан в объятия пьянства и алкоголизма. Примечательно, что народы Центральной Азии, в отличие от поставленных над ними правителей, быстрыми темпами возвращаются к исламскому образу жизни. Так, например, в Кыргызстане за последний год в нескольких населенных пунктах разных областей решением собрания жителей были ликвидированы точки продажи алкоголя и введены штрафы для тех торговых точек, которые будут торговать алкоголем. Жительницу Бабаджан-Гафуровского района Мухаббадхон Давлатова второй раз за последнее время задержали за ношение хиджаба. Мухаббадхон была задержана 26 сентября в ходе милицейского рейда на рынок Панчамбе, города Худжанда. Мне угрожали, что отвезут в отделение милиции, где я должна буду написать объяснительную. Меня отпустили, как только я заявила, что буду жаловаться в Генеральную прокуратуру, говорит она. Мухаббадхон говорит, что три месяца назад на рынке Атуш и в грубой форме посоветовали отказаться от чуждого таджичкам наряда. Но она оказалась не робкого десятка, написала заявление в прокуратуру Бабаджан-Гафуровского района. Правда, в районной прокуратуре посчитали, что сотрудники милиции действовали в рамках закона. Мухаббадхон заявляет, что она является верующей и всегда будет носить хиджаб, и никто не сможет переубедить ее. Продолжение следует...